Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачао-Черкесия». События среды в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Ну и как была съемочная гроб и не попробовать вот такое наливное красное яблочко? Сады интенсивного типа и ход строительства объектов Урубского района осмотрели депутаты. Внимание, дети! Начало учебного года – это и повышенное внимание на дорогах. Сотрудники ГИБДД призывают водителей, детей и их родителей соблюдать правила дорожного движения. Можно будет не только взять книгу, но и послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах и кружках. Библиотека сегодня – это центр досуга и площадка для самореализации. Пять лет назад здесь, в южной части города, появился необычный памятник. В новой рубрике «Наше наследие» мы расскажем о приставе Эльбрусского военного округа генерале Петрусевича. Сегодня в Пятигорске состоялась рабочая встреча главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова с полпредом президента России ВСКФО Юрием Чайкой. Обсудили санитарно-пезимологическую ситуацию, а также вопросы социально-экономического и общественно-политического развития в регионе. В том числе и речь шла о выполнении поручения президента России и реализации приоритетных национальных проектов на территории Карачаева-Черкесии. Депутаты Народного собрания и представители партии «Единая Россия» проинспектировали ход строительства социально значимых объектов в Урумском районе. Они осмотрели сады интенсивного типа, ход строительных работ по рекультивации хвостохранилища Урубского ГОКа, возведение открытой универсальной спортивной площадки, благоустройство дворовых территорий и реконструкцию Дома культуры. В осмотре этих объектов приняла участие и наша съемочная группа. Подробности расскажет Мурат Жангезов. Первый объект – рекультивация хвостохранилища горно-обогатительного комбината. Работы на 56 гектарах еще продолжаются. Их цель – полностью исключить попадание отходов в почву и воду. Проводим комплексные мероприятия. Накрываем хвостохранилище мембраной, сверху глиной засыпаем, а потом растельно плодородный слой и засеивается травой. Мощный толчок для развития получили в прошлом году личные подсобные хозяйства Урубского района. Заложены десятки садов интенсивного типа выращивания. Благодаря главе республики Рашиду Ворезбевичу Тимрезову и программе «Интенсивное садоводство» был избран Урубский район в качестве пилотного. И у нас вошли в эту программу 50 хозяйств, которые успешно были посажены. И на сегодняшний день видите результат. Ну и как было съемочная группа, не попробовать. Вот такое наливное красное яблочко выглядит просто великолепно. В районном центре построен физкультурно-оздоровительный комплекс на стадии завершения строительства открытой спортивной универсальной площадки. Участники мониторинга выполнили и приятную миссию. От имени генерального секретаря партии «Единой России» Андрея Турчака за вклад в работу регионального волонтерского центра по оказанию помощи гражданам в период пандемии вручили благодарность директору фирмы «Флора Кавказа» Тимуру Качкарову. Во всей республике много объектов обеспечивало своей продукцией абсолютно на безвозмездной основе. Это очень весомый такой вклад, который позволил нам прийти к такому результату, который сегодня позволил снять практически все ограничения. Следующий объект нашего внимания – дворовые территории многоквартирных домов. Ремонт ведется комплексно. Проект заранее обсудили с жильцами. Пять дворов, пять домов, в том числе спортивная детская площадка с элементами малых архитектурных форм и устройством мягкого покрытия из резиновой крошки. Будет трехцветная, по желанию заказчика, как выбирали, синяя, красная, зеленая. Дополнительно еще будут установлены новые скамейки с навесами, также будет установлено освещение и заасфальтированная территория. Еще один значимый объект – дом культуры в ауле Козылуруб. Ведется капитальный ремонт здания. Проект предусматривает сдачу объекта под ключ. Это новые рабочие места и новый импульс культурной жизни поселка. В зависимости от того, сколько людей живет в селе, столько пропорционально должно быть здесь хореографов, вокальных педагогов и так далее, чтобы работа в доме культуры кипела, чтобы он с утра до позднего вечера работал, чтобы на выходные дни двери не закрывались. Конечно, вопрос с кадрами решается не так просто даже, как со строительством, но мы сейчас серьезно об этом думаем, придумываем решение. Обратили внимание сегодня и на Урубский район, и по поречению главы Рашида Бориспевича, многие проекты сдвинулись с места. Эта работа будет продолжена в 2021 году, в 2022 году. У нас программы, все программы, 2024-2030 год. За последние 20 лет это очень серьезный скачок для Урубского района, и хотелось бы, чтобы эта динамика продолжалась. Но со своей стороны скажу, что максимально партия будет тоже принимать в этом участие. Мурат Ченкёзов, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия. С началом нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции безопасности дорожного движения отдела МВД России Карачаевский провели информационно-пропагандистскую акцию «Внимание, дети!». Цель профилактических мероприятий – снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Ахмат Халкечев подробнее. Облачевшись специальные жилеты ярких цветов, поддержать своих старших коллег вышли юные друзья полицейских из 6-й школы Карачаевска. Активисты ЮИЦ совместно со стражами порядка призывают водителей соблюдать скоростной режим и не терять бдительность, особенно если поблизости есть школы или детские сады. Спасибо. Хорошо. У нас проходит операция «Внимание, дети!». Пожалуйста, будьте внимательны, пропускайте пешеходов. И тут инструкция обязанности водителя. Вдруг, если вы забыли, напомните себе. Спасибо, спасибо. Счастливо вам доехать. Спасибо, спасибо. До свидания. Будем внимательны. И остальных будем заставлять, чтобы были внимательны. Спасибо большое. Удачи вам. Хорошего учебного года, чтобы хорошо учились. С наступлением нового учебного года на улицах прибавилось детей, которые за время длинных каникул успели подзабыть правила безопасности дорожного движения. Да и у водителей, может быть, чуть снизилась бдительность, говорят полицейские. Уважаемые водители, с наступлением нового учебного года на улицах вновь появятся дети, пешеходы, вернувшиеся с каникул. Соблюдайте скоростной режим. Будьте особенно внимательны за рулем, проезжая образовательные учреждения. Подвозя детей, не забывайте их пристегивать или перевозить в специальных креслах. Также полицейские напоминают о требованиях правил безопасности дорожного движения в части использования внешних световых приборов, согласно которым любой автотранспорт, находящийся в движении, обязан передвигаться с включенными фарами. За несоблюдение данных требований предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Ахмат Халкищев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. Вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 5216 человек. Из них 4420 выздоровели. Госпитализировано 165 пациентов. И время прогноза погоды слово нашим синоптикам. В центральных и южных районах высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 16-18, днем 32-34 градусов тепла. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Это Большие Вести. В прямом эфире мы продолжаем. В Ауле Псыш в рамках реализации национального проекта «Культура» будет создана модельная библиотека нового поколения. О том, как она работает сейчас и какие изменения грядут в этой сфере, расскажет Альбина Ламкова. В нашем современном обществе библиотеки перестали играть роли главного источника информации. Сейчас она стала центром досуга и позиционирует себя как площадка для самореализации человека. Но, тем не менее, популярность книг не падает. Рамина Тимова с 8 лет ходит в библиотеку. Я люблю читать. Я иногда беру книги, дома читаю и приношу их. Но я люблю читать там сказки разные. Ну и басни люблю. Работники библиотеки делают всё для того, чтобы не только не потерять читателя, но и расширить их круг. Совсем скоро центральная районная библиотека преобразится. Здесь будет проведён ремонт залов. Кроме внешних изменений, люди смогут оценить и новые технологические решения. В итоге чего будет создан современный многофункциональный социокультурный центр, где можно будет не только взять книгу, но и послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах и кружках. Метод поиска лучшего стал мотивом для участия в национальном проекте «Культура», рассказывает директор районной библиотеки имени Керима Мхце Фатимат Гедегулова. Узнав о конкурсе, она вместе с коллегами на протяжении года готовилась для участия в нём. Занимаясь проектированием нового пространства, мы особое внимание сосредоточили на создании зон, которые бы плавно переходили друг в друга, отвечали бы возрастным критериям, были бы многофункциональны, удобны и привлекательны. Основная идея при создании нового дизайн-проекта – это современная библиотека, которая является не местом для хранения и использования документов, а центром социально-культурной жизни района и аула, местом образования и досуга. В библиотеке нового поколения будут все условия для создания современного пространства. Это соответствующий ремонт мебели и оборудование, оснащённое передовыми технологиями. Надеемся, что библиотека станет новым местом притяжения людей нашего района и аула, где они смогут не только получать нужную информацию, но и реализовывать свои проекты. В современной модельной библиотеке скоро откроют двери. А сейчас люди пребывают в предвкушении этого пока чуда, которое призвано стать нормой. В приобретении нового статуса в модельной библиотеке, я думаю, что наша работа будет ещё ярче. В том плане, что у нас будут такие большие красивые кабинеты, в которые мы сможем приходить уже большими классами и проводить уже в самой библиотеке свои мероприятия. Альбина Ламкова, Мухаммед Дашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия, Абазинский район. В нашей программе мы сегодня открываем рубрику «Наше наследие», в которой будем рассказывать вам об известных и малоизвестных исторических и архитектурных памятниках, а также о людях, чьи имена вписаны в летопись нашей республики. Одним из них был пристав Карачаево Николай Петрусевич. Подробнее о нём в материале «Шерифат Лепшоковой». Пять лет назад здесь, в южной части города, появился необычный памятник. Спустя почти полтора столетия было увековечено имя пристава Эльбрусского военного округа генерала Николая Петрусевича, человека неординарного, приложившего много усилий для улучшения жизни горцев и казаков. В состав Эльбрусского военного округа в 1864 году, в год вступления в должность, пока ещё штабс-капитана Николая Петрусевича, помимо Карачаев, входили ещё два горных аула. Рядом с последними поселился новоиспечённый пристав на территории нынешнего Нового Карачая. Все годы его двери были широко открыты для горцев. Люди, видя в нём участие и поддержку, приходили со своими бедами, не испытывая при этом языкового барьера. Уже через полтора года службы Николай Петрусевич говорил на безупречном карачаевском языке. Пристава можно было встретить в отдалённом селении, помогающем строить забор. Его руками была построена и печь в одном из гостевых домов в Старом Карачае. А когда ночь заставала в пути, пристав спал на земле, завернувшись в бурку. Импонировало горцам и то, что молодой и холостой начальник не имел вредных привычек, был чушь с азартным игром. Своё знаменитое прозвище «Зуку приступ» – «Косой пристав» Николай Петрусевич получил за свою привычку смотреть сверх очков. Люди поначалу не замечали, что это всего лишь была его особенность. Насмешливые горцы, любящие давать прозвище, не удержались и здесь. За 14 лет своей работы в должности пристава Карачае он сделал немало для жителей. Его усилиями было присоединено 40 тысяч десятин земли в районе Тиберты и Джугуты. Там стали появляться новые аулы, а вместе с ними повсеместно открывались амбулатории, школы. В горных селениях появились русские учителя. Начали строить десятки дорог и мостов. Но что же сейчас знают наши современники о деятельности пристава в Тиготы? «Я особо ничего не знаю о том Петрусевиче. Это то же самое, что сказал мой друг». «Не смогу это подробно рассказать, но так слышно». «Делал очень многое. Почему? Потому что в военных действиях и прочее». Установленный памятник в Черкесске и площадь, названная в честь пристава, должны способствовать исправлению исторической несправедливости. Вся деятельность Николая Петрусевича была направлена только в мирное русло. Его усилиями был создан и осетинский аул, названный тогда Георгиевско-Осетиновским. Именно с этим приставом перед приездом в Харачай предварительно встречался отец будущего поэта Кастахи Тагурова Ливан. Занимался Николай Петрусевич и реализацией крестьянской реформы, выбивал суммы для поддержки аульских бедняков. А позже, став начальником Потолпашинского уезда, прилагал все усилия, чтобы облегчить жизнь казаков. Благодарные люди не забыли своего пристава. Ставший уже генералом, Николай Петрусевич в 80-х проходил службу в Средней Азии в составе войск легендарного Михаила Скобелева. Погиб пристав Карачаев в бою при выполнении топографических работ. Меньше чем через год по инициативе горцев и казаков он был перезахоронен в станице Потолпашинской. И памятник, установленный Николаю Петрусевичу, уже современной России, стал символом исторической памяти народов республики. Шерифат Лепшокова, Роберт Джавутанов, Вести Карачаева, Черкесия.